В день памяти крестителя Руси, равно апостольного князя Владимира, известного так же как Владимир Красное Солнышко, православный мир отметил 1030-летие крещения Руси. Архиерейская служба прошла в храме Казанской иконы Божьей Матери, станицы Смоленской. Владимир прошел путь от жестокого язычника до истинного крестьянина. Согласно преданию, князь избрал православную веру для своего народа под впечатлением от красоты и величественности византийской церковной службы. Крещение Руси способствовало объединению русских земель, а также развитию государства. Миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии людей в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между народами. Сердечно поздравляю праздником, с воскресным днем, с днем памяти святых отцев, шести вселенских соборов. Всем вам желаю воскресшего Христа, жизнодавца, здравия, мира, семейного счастья, помощи Божией во всех делах и трудах ваших. Сегодня День Крещения Руси широко известен в России. По всей стране проходят массовые культурные и просветительские мероприятия. Их цель – укрепить в общественном сознании понимание Крещения как особого события в жизни православных христиан. Настолько воодушевляешься, получаешь благодать Божию от таких празднований, это очень нужно. Когда приезжает митрополит в Северский район, это всегда вызывает большое чувство радости, трепет такой внутренний. И всегда мы рады его увидеть. Я вот лично, я думаю, все казаки тоже, мы очень любим нашего владыку, потому что от него исходит такой свет, такое тепло, такая благодать. И когда подходишь к нему под благословение, это ясно ощущаю. В России продлили программу льготного автокредитования до 2020 года. Соответствующее постановление опубликовали 30 июля. Общий объем финансирования программы 15 миллиардов рублей. По этой программе, действующей с 2015 года, кредитные организации предоставляют скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля с последующим возмещением затраты с федерального бюджета. По официальным данным, принято решение позволяя в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45100 автомобилей. Ежегодный отчет районного атамана прошел во Львовском доме культуры в минувшую субботу. На сбор приглашены глава района, глава поселений, священнослужители и представители отрасли образования. На сборе атаман Северского районного казачьего общества Александр Дедов рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее. Большое внимание уделено вопросу о вхождении Северского РКО в общероссийское казачье общество. Выступая с докладом, районный атаман рассказал о ежегодных военно-полевых сборах, призывал уделять особое внимание подрастающему поколению, его духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. На сегодняшний день в Северском районе работают 67 классов казачьей направленности, в которых обучаются 1600 ребят. Активно действует 6 казачьих клубов. Благодаря работе казаков-наставников их воспитанники участвуют в мастер-классах, выставках народного творчества, ярмарках, походах, слетах и других мероприятиях, которые регулярно проводит районное казачье общество совместно с администрацией района для привлечения интереса местных жителей к истории и культуре кубанского казачества. Благодаря помощи и поддержке главы, всей его команды, мы провели слет нетрадиционно, подошли творчески, с новыми идеями. Слет прошел на ура. У нас было очень много мастер-классов, много было детей, молодежи, все гости, которые к нам приехали, в том числе и лидерство за казачьей молодежи, отметили, что тот слет, который провели мы здесь, и отработали его. Это один из лучших слетов, которые прошли в крае. В летний период для казачьей молодежи работают лагеря на хуторе Коваленко и в станице Дербинской. Более 200 детей приняли участие в смене «Феникс», организованной совместно с Управлением образования, и в профильной смене «Кубанское казачество» молодежного форума «Регион 93». Мы их там учили метать ножи, рубить шашкой бутылки лозу, стрелять из арбалета, из винтовки, собирать, разбирать оружие. Мы учили фланкировки, рукопашному бою и даже привлекли специалистов по айкидо, которые тоже с нами там совместно работали. Сегодня славное казачество успешно возродилось и развивается. Духовно-нравственная основа казаков, их колоссальный потенциал поддерживается на государственном уровне, чтобы наша Родина и прекрасный талантливый народ крепли и процветали. Атаманы и казаки хуторских обществ активны участники поминовения, ряда мероприятий военно-патриотического месячника, массовой спортивной подготовки, участвуют в благоустройстве храмов и обелисков и в мероприятиях краевого уровня. По результату государственной службы стоит отметить дружину, которая на постоянной основе сотрудничает с полицией, и здесь налажена плодотворная работа. С отчетами также выступили представители выборных органов, ревизионной комиссии, совета стариков и казачьего суда. Сегодня казаки пишут историю не только своей страны, района или станицы, вы пишете историю своих детей и внуков. Некоторые могут сказать, но не кибели судить, какой должен быть казак. Поверьте мне, что я не меньше переживаю за казачество, потому что я глава района, и стабильность, мир взаимопонимания зависит и от меня, от того настроя, который мы с вами сделаем вместе. Подводя итоги отчетного периода, главная задача для сегодняшних кубанцев-казаков оставить в наследство потомкам благополучный, стабильный, мирный регион. За успехи, достигнутые в результате становления казачества, наградили лучших казаков и руководителей классов казачьей направленности. Сегодня практически все производится машинами. Нас окружают штампованные изделия. Труд ремесленника остается уделом немногих увлеченных и вызывает одновременно уважение и удивление. Один из тех, кто сохраняет традиции кузнечного дела – Георгий Агуреев. Живет в станице Северской и вот уже несколько лет посвящает себя работе с металлом. Из рук кузнеца выходят как декоративные изделия, так и функциональные вещи, способные служить долгие годы. Такое необычное увлечение не пришло случайно. С детства Георгий Юрьевич любил истории древних цивилизаций, с их бытом, культурой и ремеслами. Отсюда и обилие изделий на тему античности. Некоторые из них украшают дом ремесленника. Но страсть к кузнечному ремеслу имеет и другое, вполне закономерное объяснение. У меня два дядьки были, они занимались тоже с юности самой этой. И дед мой был кузнецом. И так получилось, что моя мама часто приходила туда к ним, обед им приносила там. И я с детства все это видел, как это все, огонь, все это железо. Как они там делали, все гнули, подковы эти делали, лошадей ковали. Ну как-то, наверное, постепенно, где-то так, с кровью и передалось потихоньку. Кузнечное дело требует от человека творческого подхода, ну и достаточной физической выносливости. Работа с металлом отнимает много сил, поэтому немногие способны овладеть этим ремеслом. Были несколько учеников, но они долго не выдерживают. Работа тяжелая. И, во-первых, во-вторых, нет у них этой жилки, чтобы загореться. У одного даже парень работал со мной, у него дед был кузнецом, знаменитым кузнецом здесь, в Северской. Его знали многие люди и помнят его, но он не пошел к деду. В жизни Георгия Гуреева есть и место музыки. На византийской или по-другому понтийской лире он исполняет произведение собственного сочинения, демонстрируя, что смычком владеет не хуже, чем молотком. Георгий Юрьевич признается, что не мыслит свою жизнь без творчества. И в своем любимом ремесле и в музыке он старается выразить самого себя. Редактор субтитров А.Семкин